Четыре парковочных места близ Ледового дворца, пандус для подъема на тротуар, далее по прямой, снова подъем и вход. Таким маршрутом несколько раз в неделю следуют члены команды по слэдж-хоккею «Умка». Комфортность доступа одного из крупнейших спортивных центров Одинцова проверяет представители Всероссийского общества инвалидов совместно с отделом социального развития администрации Одинцовского района. Такие инспекции проводятся два раза в месяц. Задача – оценить результат реализации программы «Доступная среда» на социально значимых объектах. Экспертная оценка складывается из нескольких критериев – наличие парковочного места для инвалидов, пандуса, оборудованной входной группой, тактильные вывески со шрифтом Брайля и кнопки для вызова специалистов. В 2017 году в Ледовом дворце открылась первая в Подмосковье молодежная команда по слэдж-хоккею. Для пары спортсменов оборудовали раздевалку на 25 мест с комфортным выходом на лед. Самое масштабное преобразование, которое происходит и у нас в районе, и в Московской области – это буквально последние 2-3 года. Дело в том, что у нас помимо того, что мы оборудовали доступную среду, надо еще учесть, что у нас две секции – хоккея и фигурного катания. И эти потоки здоровых детей и детей с ограниченной возможностью не пересекаются. Когда существует доступная среда или объект адаптирован, они себя не чувствуют ущемленными, обделенными и так далее. Следующий объект – пешеходный переход на улице Маршала Жукова, оборудованный тактильной плиткой. Экспертная оценка – отлично. Этот переход обустроили в прошлом году. Еще один социально адаптированный объект – библиотека номер 2. Председатель Всероссийского общества инвалидов Людмила Седлова акцентирует – парковочное место должно иметь разметку. В остальном учреждение культуры соответствует всем нормам. Пандус – предупреждающая плитка перед входом. На двери – желтый круг, который распознается слабовидящим человеком. Внутри – тактильная плитка и санузел. Колясочник, он въезжает, разворачивается. С этой стороны у него есть место. Оно должно быть не менее 90 сантиметров. Здесь это позволяет. Одинцовская библиотека номер 2 – место уникальное. Среди ее читателей немало слабовидящих. Для них – говорящие книги, с которыми можно ознакомиться с помощью тифломагнитофонов. Те объекты, которые мы сегодня посмотрели, действительно отличаются всем условиям, необходимым для доступности, для доступной среды. Эти объекты были в том числе реконструированы в 2017 году. Наш район попал в пилотный проект, который называется «Войти в пятерку лучших регионов по адаптированности, по доступности объектов и услуг для маломобильных групп населения». 254 объекта в прошлом году, муниципальных объектов, были адаптированы за счет бюджета Одинцовского муниципального района и софинансирования регионального бюджета. Это 32 миллиона рублей. Из них 18 миллионов – это деньги нашего района. Это деньги администрации городских и сельских поселений. В 2015 году адаптированных объектов в Одинцовском районе было чуть более 10%. Сейчас – больше половины. Эта работа будет продолжаться, неизменно в связке со специалистами из Всероссийского общества инвалидов. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцовская» Продолжение следует...